Привет, друзья! Сегодня я продолжу цикл видео об сказочной Индии, о людях, проживающих в ней, о традициях, которые нам не совсем понятны, о красочных свадьбах, о студентах, которые обучаются в нашем карабандинском медицинском университете. Майя Индия – это удивительная смесь ощущений и переживаний, восторг и не верю в происходящую вокруг. Индия – это то место, где постоянно встречаешься с самыми невероятными контрастами, увидишь и самое прекрасное, и самое отвратительное в этом мире. Кажется, особенность этой страны в том, что она как будто ближе друг к другу. Все, о чем ты думаешь, чего желаешь, сбывается спустя несколько мгновений. Индия – это поезда с открытыми дверями и людьми, которые висят в них, не боясь из них выпасть. Поезды мчатся в ночь по горному серпантину. Это разнообразие фруктов, это спелые мандарины каждый день, которые нисколечко не ассоциируются с Новым годом. Индия – это коровы и их эксперименты. Это люди с их проблемами, громкими голосами и огромными колоками. Множество людей, религий, храмов, языков, традиций. Религия – это не часть жизни Индии, это сама ее жизнь и ее суть. Кроме ежедневного обращения к богам и совершения ритуалов, каждый индус должен также совершать паломничество по священным местам. Такие священные места в Индии называют Тиртха, что означает мост. Мост между небом и землей, на котором человек чувствует себя приближенным к небу и получает благодатную энергию. Большинство священных мест Индии связаны с Гандом, рекой, которую боги пролили на землю, чтобы люди смогли очиститься от грехов. В Гандоизме Гангу отводится роль проводника между мирами. Существуют засвидетельствованные факты перемещения в пространстве индийских юбов над годами Великого Ганга. Считается, что совершая омоление в Ганге обрядов священных местах, человек может избавиться от цепи перерождения и страданий, связанных с земной жизнью. Древние города, почитаемые как священные со времен самой глубокой древности, называются Тапурии. В Индии таких городов семь баранаси, Харидвар, Уджай, Мактура, Айотхи, Дваска, Кончатура. В далекие советские времена были очень популярны индийские сериалы. Сейчас довольно сложно отыскать поклонников индийского кино. Точнее, этот интерес сделался не тот, чтобы истетно, но изумительно. Им интересуются единицы и находят подлинные шедевры. Тогда как в позднем СССР у этих ярких, перенасыщенных красками кинокартин было довольно много почитателей. Безусловно, женщин, девушек, малышек лет 10-12. Хотя в годы моего детства и юности, в 1970-1980-х годах, на индийские фильмы ходили целыми семьями в собственность. Причин полюбить индийский кинематограф у советского человека было немало. Во-первых, он был совершенно не похож на отёк. Это не значит, что он был лучший или пуза, просто он был грудью. Индийское кино – это всегда яркие танцы. Это красивая сказка, которые таскнут покалы любви в СССР. Им хотелось отмечиться от насыщих проблем и окуниться в этой атмосфере длинных страсти учебных. Самыми популярными лентами были «Вито и Вито» – «Консоль листа продяга вместе за тобой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok